Многочисленные человеческие жертвы, загрязнение окружающей среды и устаревшее оборудование. Некогда флагман казахстанской промышленности сейчас столкнулся с серьезными проблемами. За 11 месяцев текущего года на производстве пострадали 1124 работника. Из них 157 погибли. На отдельных предприятиях аварии с человеческими жертвами приобрели системный характер. Речь идет в том числе о компании ArcelorMittalTuneTown. С 2006 года на предприятии произошло более 20 аварий, униживших жизни более 100 наших граждан. Только в этом году погибли 14 человек, в том числе один работник на прошлой неделе. Согласно отчетам государственных органов и общественных организаций, компания нарушает трудовое, экологическое и налоговое законодательства, не исполняет инвестиционные обязательства. Общество ждет справедливых и безотлагательных мер. Обсуждать дальнейшую судьбу ArcelorMittalTuneTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTownTown Добрый вечер. В первую очередь, уважаемые гости, хочется узнать ваше личное мнение. Может ли предприятие с таким количеством погибших и пострадавших за эти годы в таком виде и с нынешним руководством продолжать свою деятельность? Если первое слово мне, то, конечно, вопросы безопасности охраны труда и условий труда – это не соблюдение, это жизнь человека. И сегодня мы из предрепортажа слышали, что только на Арселу Эрмиттель за текущий год порядка 12 человек погибло, при том, что там не соблюдались какие-то определенные условия труда. Это личная, наверное, беда отдельной семьи, это беда, наверное, всех нас, то, что там эти вопросы не соблюдены, то, что руководство Арселу Эрмиттела не всегда и не в полной мере обеспечивает вот эту безопасность. И, конечно же, там необходимо предпринимать какие-то решающие меры для того, чтобы ситуацию в корне исправить в лучшую сторону. Поэтому, если говорить о личном мнении, то, конечно, там необходимо что-то менять, менять серьезно. Есть что добавить, уважаемый инспектор? Да, конечно же, безусловно, такие случаи, к сожалению, печально, значит, то, что происходит на наших предприятиях, в том числе на Арселу Эрмиттел, буквально за последнее время, значит, на шахтах Арселу Эрмиттела, как было уже заявлено, столько-то сейчас случаев групповые произошли. Это приводит на мысль того, что, значит, что необходимо дальше продолжать модернизацию производства, поскольку, значит, все действующие шахты, и стальной департамент, и угольный департамент, и рудный департамент требуют широкой модернизации всего производства, всех производственных технологических процессов, значит, и оборудования в том числе, значит. Я думаю, что это даст нам свои плоды в дальнейшем, значит, поэтому надо начинать с этого, с модернизации производства. Я здесь своего коллегу поддержу. В первую очередь, конечно, необходимо модернизировать производство, укомплектовать штатную численность именно квалифицированными специалистами. Это те аспекты, которые действительно повлияют на ситуацию в положительную сторону. И если политика самого Арселор Миттелла пойдет в лучшую сторону, имеется в виду именно на устранение и улучшение ситуации в данном направлении, как я повторюсь, это обеспечение квалифицированными кадрами, укомплектованность своих предприятий, и в первую очередь модернизация и обновление технологий. Да, уважаемые эксперты, вы только что, я думаю, в новостях видели, что эколог карагандинский в знак протеста повесил на уши, собственно, себе лапшу, как, наверное, показатель того, какие отчеты Арселор Миттелл дает. К вопросу, данные действительно не соответствуют, которые официально компания заявляет? Ну, скажем, наверное, что сказать, что все отчеты, которые предоставляются, допустим, работодателям, они там не соответствуют действительности, так, конечно, нельзя, но не всегда они в полной мере соответствуют действительности. И если бы та, скажем так, красивая картина, которая, допустим, по отчетам на предприятии, допустим, есть, то, наверное, бы те нарушения, которые выявляются в процессе проверки, их быть не должно. Вот один из, допустим, таких примеров, это только последний результат проверки показывает, что порядка 500 должностных лиц, которые на этом предприятии отвечают вопросами, занимаются вопросами безопасности охраны труда, они не прошли своевременного обучения, того, которое должно быть. А это, наверное, основное и первое, что должно быть. Ну да, как они занимаются этими вопросами, если они сами не знают. И не в полной мере, к примеру, те работники, которые, значит, приходят на предприятие, проходят необходимые первичные там инструктажи, которые должны быть. Вот это вот основа, база, с чего, как бы, наверное, надо начинать. То есть по отчетам они все у них хорошо, а, значит, на деле, по факту, когда это, приходим к документам и смотрим, соответственно, картина не такая. Но ваш комитет по труду не отслеживает это своевременно? У нас инспектора труда, которые находятся в каждом регионе, в том числе и в Карганинской области, они систематически проводят и профилактические проверки на этом предприятии, вот, и проводят проверки внеплановые на основании поступивших обращений. Вот, результаты этих проверок, конечно, выявляют нарушения. Предприятию выдаются предписания, они какие-то предписания, соответственно, все предписания на контроле, какие-то устраняются незамедлительно, какие-то необходимое определенное время, то есть устраняются, но они все на контроле находятся. Ну, знаете, к вопросу о контроле, я, честно говоря, как журналист, годами слышу, да, постоянные нарушения на предприятии, постоянно. Мы в новостях это видим, да, но и, видимо, не решается кардинальный вопрос. Почему, как вы считаете, промышленный гигант с миллиардными оборотами не может вложить в обеспечение безопасности собственных сотрудников? Или же компания не заинтересована в этом? Может быть, ей дешевле, условно, штрафы оплатить, которые вы выставляете? Здесь, скажем, наверное, что, в первую очередь, если бы был, скажем так, рачительный хозяин, который переживает за жизнь каждого своего сотрудника, то, наверное, в первую очередь предпринял бы все возможные меры для того, чтобы обезопасить его труд. Вот. И это было бы, наверное, первой задачей всех тех лиц, которые за это отвечают. Вот. И с учетом того, что эти нарушения, там, различного характера нарушения, начиная от серьезных, скажем, до, скажем, ну, довольно-таки мелких, но они есть, то есть это говорит о том, что работодатель не совсем заинтересован в том, чтобы вкладывать туда, вот как сейчас коллеги сказали, допустим, модернизацию производства, большие средства для того, чтобы облегчить или улучшить труд своих работников, так? То есть здесь, ну, скажем так, такой даже поверхностный анализ показывает о том, что нет заинтересованности в полной мере, вкладывая средства в развитие, модернизацию производства, создание и обеспечение безопасности. Профильные министерства, представителем которых вы являетесь, почему в целом правительство активно не решает вопрос с исполнением требований, да? Сколько ждать еще? Ну, здесь я хотел бы добавить, вот, часто, части экологических проблем, которые вот были прозвучены до этого, да? Одним из условий является предоставление детального плана Арселорам. Это предусмотрено соглашением о инвестициях, которые вот планируется заключать правительство с Арселором и Талтимиртом. Если вам известно, в прошлом году, 28 июля, между правительством и Арселором и Талтимиртом была утверждена дорожная карта. Дорожная карта предусмотрена, первое, это заключение меморандума, второе, это, значит, заключение инвестконтракта, и третье, значит, соглашение об инвестициях. По первому, значит, то есть по заключению меморандума, можно сказать, что меморандум он заключен в прошлом году, меморандум, значит, предусмотрен ряд таких серьезных мероприятий, там охватывает и производственный сектор, и решение экологических проблем, и трудовые взаимоотношения, и другие. И меморандум, более того, я должен сказать, что необходимо было, значит, выделить головной компанией Арселор Миттал объема инвестиций где-то порядка более трех миллиардов долларов. При этом, значит, первые, значит, пять лет мы прописали и поставили условия, они должны выделить не менее двух с половиной миллиардов долларов. Куда они идут? На какие мероприятия? Это, прежде всего, значит, капитальный ремонт коксохимического производства, доминного производства, строительство новых коксовых батарей, замена котлов на ТЭЦах, и другие ряд таких, значит, существенных мероприятий. То есть это в листопрокатном, в сорто-прокатном цехе, значит. А ранние требования не выставлялись компании по модернизации? Они были, значит, раньше, значит, должен сказать, что на 18-20-е годы была также заключена дорожная карта между Министерством индустрии и инфраструктурным развития Ахиматом Карагандинской области и Арселор Миттал Тимиртау. Там, значит, три этапа по годам 18-й год, 19-20-й, значит, на развитие производства в угольном департаменте, затем, значит, в рудном департаменте и в стальном. Общей сложности объем инвестиций составлял 305 миллиардов тенге. По нашим данным, значит, они выполнили эти объемы, но они идут как текущие ремонты. Об этом мы также заявили, значит, и прописали. То есть они не по назначению используют? Они... Те средства, которые были обговорены? Нет, те финансовые средства, которые тратятся, они направляются на текущие ремонты. В то же время их прописывают на выполнение тех мероприятий, которые указаны в дорожных картах. То есть не модернизация происходит, а латают дыры, по сути своей? Если можно выразиться так. Да, да, да. Для того, чтобы поддержать текущую производственную деятельность. Вот так. Теперь, значит, это новое, то, что я сейчас говорил, дорожная карта, она действительно серьезная, весомая. Весомость в том, что, значит, объем инвестиций очень приличен. Весомость далее, значит, то, что, значит, те мероприятия, которые ими предусматриваются, тоже весомые. То есть мы наблюдаем, мы также спрашиваем и каждый раз мониторим, как падает объем производства. С каждым годом, допустим, по сравнению с 95-м годом, годом передачи, по сегодняшний день, объем производства стали, в данном случае, снизилось практически на 50%. Более того, значит, ряд таких продукций, которые раньше выпускались при кормят комбинате, они сейчас не выпускаются. Это электротехническая сталь, это лонжеронная сталь, значит, и другие. То есть производство сокращается с годами? Не производство, а выпуск, номенклатура выпускаемой продукции сокращается. За счет этого они, значит, начали выпускать, как, значит, мы наблюдаем, белую жесть увеличили, там, холоднокатную, горячекатную, значит, разные другие виды сортопрокатного, значит, продукции, и прокат листовой с полимерным покрытием. Теперь, значит, я хотел бы заострить внимание именно на соглашение, на заключение, значит, соглашения об инвестициях. Поскольку, значит, у нас в меморандуме эти мероприятия предусмотрены, мы требуем, значит, более того, после проведения всех этих мероприятий, то есть это мероприятие предусматривает те же модернизации всего производства цикла, начиная от добычи железной руды или угля до производства, значит, стальной продукции. Вопрос сейчас заключается в том, что нужно ли, нужно ли вообще такое соглашение? Вот. Почему? Потому что вторым этапом у нас было, значит, заключение инвестконтракта. По инвестконтракту Арселор Миттл неоднократно подавал свои документы в соответствии с требованиями, установленными комитетом инвестиций, Министерства иностранных дел. Они возвращались на доработку. И вот в прошлом году, значит, они практически, значит, как сказать, игнорировали, они перестали. И в конечном итоге, значит, сказали, что инвестконтракт они не будут заключать. Теперь претендует на заключение соглашения об инвестициях. Но соглашение об инвестициях, значит, предусматривает... В чем разница? В том, что там преференции разные. То, что предусмотрены преференции, налоговые, земельные, там, импортоборудование. То есть, они затянули вопрос, а теперь еще и упрощают. Да, 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 да. Ну, хорошо, пусть так будет. Но мы считаем первейшей задачей, значит, в соответствии с меморандумом, необходимо выделение достаточно серьезной суммы. И они должны выделяться. И они должны работать. На благо предприятия. Жанат Алибович, перед рекламой, коротко хочется уточнить у вас. Как я вот озвучил ранее, контрактные обязательства по Арселон Миттл Тимиртау будут пересмотрены. Об этом сегодня сказал правительство, глава Мининдустрии, ваш профильный министр. О чем может идти речь? Ну, контрактные обязательства Арселон Миттл Тимиртау имел на добычу угольных месторождений Карагандинского бассейна. С 1997 года, в этом году он был продлен. Возможно, сейчас будет пересмотрен ряд таких моментов. Части, значит, инвестиции, те новые условия, так скажем, да. Почему? Потому что тем контрактом, который был уже продлен, предусмотрено было строительство, значит, фабрики по дегазации бетононосных пластов. А также, значит, модернизация действующей фабрики по получению новой продукции, пылеугольного топлива. Возможно, сейчас вышли другие моменты, когда необходимо пересмотреть, детализировать отдельные пункты данного контракта. И, возможно, это будет происходить в ближайшее время, скорее всего, так. Уважаемые гости, сейчас мы вынуждены прерваться на рекламную паузу, сразу после которой продолжим наше обсуждение. Оставайтесь на хабаре. Возвращаемся в студию итогов. Обсуждаем мы сегодня череду трагедий на предприятии Арселор Миттл Тимиртау. Эрик Зиньгабулович, как часто вообще проводятся проверки крупных промышленных предприятий страны? Ну, в рамках действующего законодательства проверки именно в области промышленной безопасности проводятся, проводятся в том числе и угольных шахт, раз мы по этой теме сегодня собрались. Это раз в год. Помимо раз в год, это по особому порядку. Помимо этих проверок у нас мы посещаем, осуществляем, вернее, внеплановые проверки. Внеплановые проверки, опять же, это по результатам, вернее, по завершению сроков мероприятия, которые были разработаны юридическими лицами, проверяемыми. По результатам, по исполнению сроков мероприятия мы выходим по внеплановой проверке, в том числе по жалобам и так далее. Какие основные нарушения требований промышленной безопасности в целом у нас на крупных предприятиях выявляются? Ну, в целом, если в общем брать, то в основном это нарушение проектной документации, нарушение именно в части требований промышленной безопасности, в части применения технологий, либо оборудования, либо опасных технических устройств с прошедшим сроком эксплуатации, то есть с истекшим сроком эксплуатации данного оборудования, технологий, в том числе опасных технических устройств. Также встречаются нарушения, как несвоевременное обучение квалифицированного состава по линии промышленной безопасности, нарушение технологических процессов. Основные моменты часто встречаются именно на крупных предприятиях при проведении проверки по вопросам промышленной безопасности. При том, что вы говорите, что раз в год это планово проводятся проверки, плюс есть неплановые, но при этом постоянные проблемы, аварии, трагедии на шахтах, конкретно Арсилов Миттл. Почему так происходит? Ну, потому что не соблюдаются в полной мере требования промышленной безопасности и очень много нарушений именно правил промышленной безопасности, именно МАА. Если брать шахты, то на умные шахты, в частности. У нас появляются новые спикеры. Сапарбай Дуржанович, проходите, пожалуйста. Сапарбай Жубаев, кандидат экономических наук. Добрый вечер. Также у нас по видеосвязи депутат мажориста парламента Альберт Павлович Рау. Альберт Павлович, приветствую вас. Добрый вечер. Да, Альберт Павлович, давайте к вам такой вопрос. Ваше личное мнение, как гражданина, как депутата, может ли предприятие с такими проблемами, с постоянной гибелью работников, с пострадавшими работниками, в таком же виде, с таким же руководством продолжать деятельность? Я слушал, конечно, весь разговор. Знаете, очень тягостное чувство, потому что то, что мы сегодня говорим, какие-то дорожные карты, какие-то меморандумы, мы это проходили много лет. Я компанию знаю с первого дня. Это тактика господина Миттелла, когда кормит комбинат в 95-м году был, что называется, на грани, и он как спаситель пришел. В 99-м году точно так же он забрал в моем родном городе, я тогда был Акимом Лисаковского, поскольку это был единственный потребитель Лисаковской руды, мы, конечно, с радостью, как спасители. Но шли годы, и не улучшалось. Поймите правильно, на момент распада Союза все металлургические комбинаты, будь то Магнитка, Липецкий, они были примерно все в одинаковом, о чем сегодня Жан Тульбаевич говорил, по мемпраторе и так далее. Они все были в одинаковом, примерно, техническом состоянии. Но российские наши конкуренты, они за эти годы очень сильно модернизировались, я это прекрасно знаю. И по экологии у них все четко шло. Поймите, нельзя, как говорят, нельзя там, чтобы девять женщин родили ребенка за один месяц, да, или что-то в этом духе. Так и здесь. Они же проблемы накопились. Поэтому я переживаю, конечно, за всю нашу страну и в том числе за свой малый город, потому что комбинат работает меньше, чем на 10% своей мощности, которую мы когда-то делали в советское время. Меньше 10%. Вот. И мы неоднократно выражали, мы депутаты, не только по случаю, но в целом мы видели, что в ряде стран, выжав все соки из комбината, просто господин Миттл... Ну, а в жир там далеко ходить не надо, да. А господин Миттл просто это бросал, это превращалось уже в головную боль в правительство, которое вынуждено было потом платить, вернее, вкладывать бюджетные какие-то деньги. И с каждым днем же он становится менее привлекательным для потенциального инвестора. Поэтому вот здесь можно много еще говорить, в том числе то, что Жанат говорила о том, что 300-500 миллионов. Вот сейчас идет комплексная проверка, и по экологии, по всем другим, она должна, эта проверка должна показать истинную картину, в каком плане, сколько действительно надо, чтобы не только текущие ремонты делать. Это, я абсолютно согласен, всегда об этом говорю. 300 миллионов – это просто текущие расходы. А то, что за 25, больше, чем за 25 лет накопили износа, это как разово восстановить? Вот в чем вся проблема. Поэтому то, что, говорите, контрактное обязательство, ну, может, сегодня с Лисаковским расторгом он может только радует, скажет, ну, еще одну головную боль. Он там, как на, что называется, как на измор людей берет. Зарпаты низкие, молодежь вся разбегается, не разбежалась уже. Ну да, господин министр Ускенбаев заявлял уже о том, что возможно вообще прекратить деятельность. Поэтому, да, это очень важная тема. Стоит ли просто так отпускать? Да, вы понимаете, как он, господин Миттл, воспользовался в 95-м году, когда это его вообще стиль такой. Он всегда предлагал, я знаю, много предприятий, которые он брал в своей практике, именно когда они были государственные, были на грани. Когда рынок падал до нижней точки по стали, тогда приходилось спасить их, понимаете? А потом, соответственно, да, скажете, а вы, господин Рау, 7 лет что делали, как первый вице-министр? Работали, мы вышли даже на 5 миллиардов. Но потом с каждым годом, что называется, злоупотреблял собственник тем, что понимание, что это непростое предприятие, что за ним стоят и горники, и шахтеры, и Соколос-Сарбайский комбинат, Атасуйский, Атасор и так далее, да? Вот, поэтому так просто же его не заберешь, и так просто же это, но просто он этим пользовался. Но я еще раз повторяю, чем дольше это будет длиться, тем он будет менее инвестиционно привлекать. Альбе Павлович, альбе Павлович, как у нас говорят, следствие покажет, идет комплексная проверка генпрокуратуры. Надеюсь, что тут сейчас нужна только политическая воля, потому что уже, как говорится, глаза невозможно. Альбе Павлович, как раз таки вспоминает те времена. К слову, в открытых источниках есть информация, что индийский магнат Лакшми Миттл приватизировал, к примеру, Криворож-сталь в Украине в 2005 году почти за 5 миллиардов долларов. 10 лет ранее, в 1995 году, наш кармет-комбинат в 24 раза дешевле за 200 миллионов долларов. Еще и в расстрочку. Есть ли понимание, как так вышло? Ну, тут, еще раз, Адиль, я повторяю, у него такой стиль. То есть, когда комбинат государственный находится в тяжелейшем положении, он приходит как спаситель и он диктует. Он забирает предприятие без долгов, как это было по Лисаковску и как, собственно, по самому кармет-комбинату было. Я помню прекрасно, когда, причем украинцы заставили два раза заплатить. Была первоначальная стена, я помню прекрасно. Вот, я сразу сказал, что, ну, понимаете, сейчас трудно передать, как это было. Я помню, когда я приехал в 1994 году, первый раз мы приехали, там склады были пустые, и нам сказали, вы будете грузить без оплаты, потому что его надо спасать. То есть, ситуация была критическая. Он просто, что называется, подлавливал, понимаете. Всегда, когда продаешь актив, зависит от того, в каком он состоянии находится. Он был критический, я серьезно говорю. Просто склады были пустые, мы грузили бесплатно, поскольку мой комбинат в моем городе, он тоже был государственным. Просто правительство говорило, будете грузить. Потом эти долги все похоронили. Спасибо большое, спасибо большое, Абин Павлович. Да, Сапарбай Дужанович, как вы экономически оцениваете? Ну, конечно, очень сложный вопрос, но я начну с того, что действительно в 1994-1995 годах даже россияне такие комбинаты отдавали за 100 долларов. Мы хоть 222 миллиона выручили, потому что было такое. Там бюджеты долги были, долги зарплаты были, долги поставщикам были. И вот тот, кто инвестор, который приходит в 1994-1995 годах, он должен был вложить со всеми, рассчитаться и потом инвестиционную программу осуществить. И вот сейчас у нас с первым вопросом как бы решено было. Действительно, комбинат заработал, с поставщиками все эти расчеты осуществились. Но вот инвестиционные обязательства он выполнил или нет? Вот об этом сейчас мы можем говорить. А насчет того, что Кривой Рог действительно 4,6 миллиардов долларов продали, потому что Кривой Рог уже в течение 10 лет уже стал работать. Бюджет Украины туда уже вложил эти деньги. Поэтому здесь двояко. Если мы действительно будем сравнивать разное время, это было как бы, можно сказать, что это было справедливое. Потому что я помню, Чубай из Норильска отдал за один, по-моему, рубль или за один доллар. Я примерно так помню. Там действительно в очень плохом состоянии было. И инвестор, когда нашелся, он уже радовался. Поэтому сейчас вот что нужно? Вот последние сколько лет? Ну, 20 лет. Он почему свои инвестиционные, там, модернизацию, замену оборудования не осуществлял? Значит, у нас во властных структурах были аффилированные люди, которые имели... Которых устраивало. Которых устраивало и которые, ну, коррупционно, может быть, и... Заинтересованы. Заинтересованы были. Мне кажется, вот так. Сапарбай Доржанович, если так произойдет, что АМТ уйдет из нашей страны, есть ли у нас потенциальные уже инвесторы, кто может зайти на их место, либо нужно национализировать, возможно, предприятие? Я сейчас вот согласен с нашим депутатом, Рау, да? Нужно провести ревизию. Если там действительно оборудование в таком плачевном состоянии, опять придется, если мы будем приглашать инвестора, то этому инвестору мы будем дешевле, чем его рыночные стоимости отдавать. Мы вынуждены будем. То есть мы опять потеряем? Конечно, мы скажем, что вот модернизируй, там инвестируй, а вот эту разницу, ладно, нам не заплатил, потому что мы из бюджета. Если сейчас не дай... Ну, не то, что не дай бог. Действительно, если уйдет, это будет государственным... Это, знаете, Сапарбай Доржанович, это происходит так, что у нас приватизация прибыли, национализация убытков. Ну, это везде так, к сожалению. Но мы же можем ответственных людей в нашей власти найти. Они же, наверное, не уехали. Если там несколько человек убежали, но остальные все, наверное, на местах, с них можно спрашивать. Вы, как экономист, я думаю, конечно, разделяете гнев многих казахстанцев, который вполне обоснован, да, вспоминая и приватизацию в 90-е, как все народное советское наследие, да, люди за копейки приватизировали. Но при этом, если начать всеобщую национализацию, да, это же может оттолкнуть и напугать... Да, да, это неправильно. Всеобщую национализацию ни в коем случае не надо делать. Сейчас с Миттеллом нужно вести переговоры, чтобы он свои обязательства инвестиционные, вот по модернизации, по замене, чтобы выполнял. Мне кажется, его надо каким-то образом заставить. Да, ну и вот к вопросу, опять-таки, возвращаясь к Миттеллу, в 21-м году он пообещал президенту Украины, Зеленскому, вложить 1 миллиард долларов в модернизацию производства в Кривом Роге. То же самое уже в этом году он пообещал нашему президенту. Насколько это осуществимо? И не растянется ли это, опять-таки, на десятилетия? Вот в том-то и дело. Он и тогда обещал, и сейчас, если будет обещать, ну, я думаю, сейчас уже, наверное, наши, ну, олигархи, наверное, будут требовать, чтобы он вложил нашу власть. Наверное, чтобы он вложил, чтобы предприятие работало по... Ну, там вопросов много сейчас. Даже по экологии сколько было вопросов, по технике безопасности, по другим вопросам. Почему это все, вот, несчастные случаи случаются? Они, он экономит деньги, все высасывает, на зарубежь уходит. Мы ежегодно 24 миллиард долларов по платежному балансу дивиденды отправляем зарубеж. Вот это эти их деньги. Надо их как-то вот заставить. Надо их заставить, чтобы они... Исполнять обязанности. Исполняли свои обязанности. Вот это самое главное. Мурат Лемисович, сегодня министр труда Дамара Дусина заявила о новых механизмах в области охраны труда. В частности, она анонсировала, что к 1 сентября 2023 года будет пересмотрено более полутора тысяч стандартов в области безопасности и охраны труда. Какие основные стандарты подпадут под пересмотр? Сейчас у нас те департаменты, которые занимаются вопросами правового, скажем так, поля, этим вопросом занимаются. Мы, скажем, комитет больше исполнителей и обеспечения контроля тех норм, которые на сегодняшний день уже действуют. Но в части вот почему у нас нарушения вот эти вот имеют место быть постоянно так? Почему они не всегда с уверенно выявляются? Одна из причин, наверное, это в целом процедура вот контроля вот этих вопросов. То есть сегодня любой контролирующий орган, прежде чем зайти на то же самое производство для проверки, они там отправляют уведомления, то есть предупреждают как бы, да, работодатели о том, что мы придем на проверку, да? Подготовьтесь. И потом, да, только идут и проверяют. Это не всегда правильно. И сегодня мы прорабатываем вопрос сейчас, чтобы вот на такие вот опасные производственные объекты, чтобы механизм проверки был немного другой, то есть беспредупредительный. То есть, пожалуйста, мы хотим проверить условия безопасности на сегодняшний день, на данный момент, да, чтобы могли соответствующие, ну, упрощенный порядок, скажем так, какой-то был, чтобы зашли и проверили, и выявили то, что на самом деле там сегодня есть. То есть, я думаю, что это даст какое-то такое, знаете, для работодателей, что они всегда на контроле. И в любом моменте, да, стимулирование вот это вот, обеспечение вот этих вот всех необходимых стандартов и условий. Вот, сейчас вот точно сказать, какие непосредственно прям стандарты будут внесены, изменения, чтобы там не ошибиться, я не буду говорить, да. Но это будет опубликовано. Да, но это, да, это работа прорабатывается, когда это мы уже вот со стороны вот наших и депутатов, Адабея Павловича, соответственно, это уже согласовывает все пройдут, там, соответственно, будет уже что-то более ясно. Уважаемые спикеры, я вам сейчас предлагаю посмотреть, что думают о ЧП на производство с человеческими жертвами рядовые казахстанцы. Мои коллеги вышли на улицы и записали мнение горожан. Все внимание на экран. Контролировать надо. Есть же какие-то регламенты у предприятий. В любом случае у людей должностные обязанности. Все должны выполнять свои обязанности, и все будет нормально. Промышленная сеть разве? У нас в Казахстане, что производят? Ничего не производят. Что за иностранцами числится? Чужих надо не пускать, потому что их интересуют только деньги же, поэтому им все равно, что там с ними происходит. Проверять почаще надо их производство. Их, наверное, никто не проверяет, они сами по себе там. Пока наши законы еще очень слабы, поэтому я не вижу смысла, что что-либо изменится. У нас только это все голословно и на бумаге, не более того. Это какой-то государственный контроль должен быть или на местном уровне, или на правительственном уровне. И вот сколько вот этот угольный, вот этот, как его, акселор, акселор, метод, да? Да. Вот сколько было аварий, сколько людей погибло. Почему до сих пор серьезного проверки не было? Вот сейчас только взялись и то, после большой аварии опять какой-то человек погиб. Это стройный контроль должен быть. Мы же не должны рисковать своими людьми. Во-первых, у нас есть техника безопасности, да, охрана труда. Если они его соблюдали полностью и по правилам. Наш президент правильно говорит, что нужно ставить производственников во главе. Все, будем так говорить, распродали, отдали частные руки олигархам. И теперь получается так, что они не инвестируют свои доходы в эти отрасли. Соответственно, надо повышать зарплату инженерам, энергетикам, тепловикам, всему инженерному составу. Потому что без этого никуда. Чиновник ничего не сделает хорошего, если он не знает основу этих. Да, сложно что-то добавить. Абсолютно, мне кажется, в точку наши граждане говорят. Сапробайдур Жанович, разделяете ли вы мнение? Да, естественно. Вот охрана труда или техники безопасности, я согласен, может быть, там проверки все равно нужны. Но есть, там внутренний контроль есть и есть внешний. Мы сейчас как бы говорим о внешнем контроле, да. Вот будем больше права давать, чтобы они проверяли, никаких там мораторий, чтобы не было. Но ответственность все равно ложится на внутреннем контроле, на внутренних исполнителях. И мы сейчас, когда первые случаи были, сразу нужно было этих внутренних, кто ответственных, их привлекать к ответственности. Тогда другие, которые будут на их место работать, почувствовали, что люди отвечают за это дело. Кстати, Сапробайдур Жанович, к вопросу ответственности. Мурат Лемисович, в первом полугодии следующего года будут пересмотрены механизмы определения степени вины работника при расследовании несчастного случая с несением соответствующих изменений в Трудовой кодекс. Кого в первую очередь будут защищать, работника или работодателя? В первую очередь, конечно, будут защищать работника. Сегодня при определении вины у нас бывает смешанная вина 50 на 50, бывает где-то вина, допустим, больше работников или больше работодателей и так далее. То есть здесь уже на усмотрение специальной комиссии, которая расследует, соответственно, она определяет. Сейчас, с учетом идеи несения и защиты прав работника, предусматривается, чтобы при любом, допустим, несчастном случае, при любом раскладе, чтобы вина работника не превышала 25%. То есть, да, возможно, это его, но здесь, как правильно сказал спикер, что внутренняя безопасность, внутренняя служба безопасности, как она работает, почему она позволила, допустим, какие-то там совершить действия, что произошел травматизм. Мы же понимаем, что есть давление от руководства условно, да, люди же работают на этом предприятии, им сложно против руководства. Здесь я могу добавить, у нас пока профсоюз еще как на бумагах есть, а вот как институт, как требователь, чтобы они не зависели от административных руководств. Тогда только, может быть, у нас что-нибудь появится, потому что если этот профсоюз будет свободный, они будут требовать, если там ответственные работники не будут выполнять, они как-то тоже, как бы мы же люди, да, и будут заинтересованы в каком-то, где-то он закрыл от глаза, а их наказывать, вывести на ответственность. Кстати, насчет ответственности, уголовная ответственность всегда есть, его никто не отменял. И сейчас вот новые мы, новые там разработки положения, она нам кардинальные изменения все равно не сделает. тех, кто работали, вот с них надо и спрашивать. Да. Альберт Павлович, хочется обратиться к вам. Но ведь зачастую мы же понимаем, что в случае ЧП у нас, как правило, виноват какой-нибудь рядовой работник предприятия, да? Происходит ведь не так, что у нас руководство наказывает. Смотрите, Адиль, мы каждый раз, вот я в частности, когда эти случаи происходили, мы каждый раз в египетанских запросах говорили, первые руководители не должны оставаться в стороне, потому что они все в комитете по промбезопасности сдают экзамены, то есть отвечают все-таки первой руководителем. Всегда наши национальные кадры крайне оставались, хотя понятно, что в большинстве случаев виноват на техническом состоянии, отсутствие там сигнализации и всего остального, то есть датчики и все. Поэтому первый раз было возбуждено дело на генерального директора, который сложил в полномочии, и не знаю, наверное, сегодня его уже нет в стране, от греха подальше. Но мы добились все-таки этого, нас услышали, и услышали то, что сегодня политическая воля есть, если я все-таки как-то оптимистично смотрю, что сейчас это не останется просто там угрозами стороны государства, потому что президент уже сказал, все, дальше уже идти, что называется, некуда, здесь надо приходить чем-нибудь. Благодарю вас, Альберт Павлович, вас, уважаемые гости. Ну и в завершение хотел бы отметить. На заре независимости наша страна распахнула свои двери для иностранных инвесторов. Да, в те годы мы нуждались в модернизации производства, новых технологиях и дополнительных капиталовложениях. Благодаря такому рыночному шагу, действительно, наша страна стала ключевым форпостом в Центральной Азии для зарубежных компаний. Надо отметить, для иностранцев был создан максимально благоприятный инвест-климат. И большинство из них по сей день успешно работают на территории Казахстана. Но вот, к сожалению, некоторые не исполняют свои обязательства. Нам нужен четкий и конкретный план действий на такой случае, вплоть до многомиллиардных штрафов и возврата в государственную собственность активов. На сегодня все. Эфир продолжит информационный выпуск. Гульнас. Рахмет Адил.